Мне хотелось бы сказать несколько слов как военный эксперт. Я считаю, что неправильно российско-азербайджанское сотрудничество сводить как объект в Габали. Это совершенно неправильно. Я не одобряю российскую позицию, которая не может четко сказать, будет продлеваться срок аренды этого объекта или нет. Своей точки зрения совершенно очевидно, что объект в Габале никак не заменяет объект под Армавиром, именно радиационной станции, потому что у них имеются разные дальности, разные объекты. Потому что станция, которая построена под Армавиром, это радиационная станция высокой заводской готовности типа Воронеж, имеет дальность порядка 2000, она может пойти для наведения против ракет. Та, которая стоит в Габале, имеет большую дальность, она предназначена для более широкого освещения ракет опасных направлений. И, с точки зрения, я не очень понимаю, как может, например, Армавирская станция взять на себя обязанности, взять в полном объеме все, что делает Габалинская. Что, я считаю, было бы целесообразно? Считаю, что необходимо создать какой-то базис для российско-азербайджанского сотрудничества, например, в сфере противоракетной обороны. И здесь, исходя из того, что отношения между Россией и Западом в целом зашли в полный тупик, если свидетельствовать о последней встрече в Брюсселе, то по видео можно было, наверное, поставить вопрос, а могут ли, например, Россия и Азербайджан сотрудничать в сфере противоракетной обороны на двухсторонней основе? И вот здесь, понимаете, я уже некоторое время здесь выступал о том, что это возможно. Здесь поедем, что можно было сделать. Если бы мы говорили не о том, что мы собираемся усиливать Азербайджан, а Армения сказала, почему нас не усиливают, а если мы говорим о каких-то общих целях, причем можно их четко сформулировать, зачем это надо. Если говорить, например, и при этом не надо разрывать тему противоракетной обороны, противоракетной обороны, потому что были факты нарушения воздушного пространства Республики Азербайджан. И это говорит, в первую очередь, о том, что те средства противоракетной обороны, которые в сочнее время это Республика Азербайджан, недостаточно для обеспечения надежной защиты объектов. В основном это средства советского типа, которые были пусть даже модернизированы, но это не тот уровень. С точки зрения я считаю, что если мы создадим базис для обсуждения каких-то конкретных вопросов, например, мы говорим, давайте с Азербайджаном развивать и сотрудничать в сфере ПВО противоракетной обороны. И под это Россия поставит, например, два дивизиона зенитно-ракетных комплектов, два фаворит, например. Можешь говорить и о других вещах, о том, что мы, например, могли бы создавать единое радиолокационное поле. Россия могла бы, наверное, поставлять Азербайджану данные по пускам баллистических ракет, к примеру. Здесь создать на территории Азербайджана можно было центр обмена данными. При этом можно свести в единое и ПВО и противоракетную оборону. Почему я говорю о сведении? Потому что я очень хорошо знаю ситуацию в соседнем государстве, которое называется Исламовская Республика Иран. Я знаю его возможности по созданию ракет различного класса. И с этой точки зрения, в настоящее время Азербайджан совершенно беззащитный. Потому что те средства, которые имеются в Азербайджане, они не могут быть, в принципе, использованы для защиты от ракет даже малой дальности. Я уж не говорю про ракеты средней дальности. С этой точки зрения, если мы будем подходить к этому серьезно, если будем иметь перспективу, я не думаю, что какие-то российские партнеры будут возражать против того, чтобы Россия сотрудничала с Азербайджаном в военно-технической сфере. Потому что ведь совершенно понятно, что у нас сотрудничество не нулевое. Если мы посмотрим по поставкам вооружения, они были, несмотря на то, что Азербайджан является союзником России. Тем не менее, поставки вооружения были, но, с одной стороны, Россия не является исключительным партнером. Потому что, если мы посмотрим по тому, кто модернизировал вооружение в Азербайджане, мы увидим, что эти государства – это не Российская Федерация. Средства противовоздушной обороны модернизировала Белоруссия. Многое вооружение модернизировала Украина. То есть, в принципе, у России есть какие-то альтернативы, но вы понимаете, то, что они могут, это на самом деле не дает качественного скачка. Если Азербайджан хочет на самом деле создавать современные системы, например, противовоздушной обороны, нужно иметь уже вооружение, которое отвечает сейчас современным требованиям. И здесь получается вот эта смычка, если мы сможем выйти не просто на то, что Азербайджан является членом общей противовоздушной обороны стран СНГ. Этого недостаточно. Нужно иметь более сильные позиции. В этом случае можно было вести разговор уже о более конкретных, более современных системах, и это можно было обосновать. Обосновать, зачем это нужно. Что это не против создается Армении. Если есть уже очень сильное возражение у Армении, что зенитно-ракетный комплекс 300 может создавать какие-то проблемы, ну, наверное, можно было как-то оговорить его местоположение, но я не очень понимаю, о чем идет разговор. Потому что, если на то пошло, да, действительно, зенитно-ракетный комплекс 300 Пумудова имеет возможности противоракетной обороны. Но о чем это говорить? Получается, что Армения будет пускать против Азербайджана, против территории Азербайджана ракеты малой дальности? Я как бы в это не особенно верю, честно говоря, если говорить об этом. То я думаю, что вот исходя из этого, если мы четко сформулируем, что мы хотим, если мы это сможем обосновать, то там в случае у нас имеются достаточно хорошие позиции по военно-техническому сотрудничеству, особенно учитывая, что практически все вооружение, которое в настоящее время имеет республика Азербайджан, и имеется советское производство. Они требуют модернизации. И мы, наверное, могли бы здесь выступить, действительно установить партнерство, близкое к соединственным отношениям. Азербайджан 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 Продолжение следует...